Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, помощник Евро-депутата Татьяна Жданук, Юрий Петропавловский у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Много было событий на этой неделе и, может быть, в конце прошлой недели. Одно из них знаменательное и для нацмельшиз, для русскоязычного населения и, конечно, для Русского Союза Латвии, которого вы тоже представляете. Речь идет об этой акции, манифестации в защиту русских школ. Об этом тоже чуточку попозже обязательно поговорим. Может быть, начнем вот такие горячие события, которые обсуждают, по-моему, даже те, которые не очень увлекаются политикой. Это то, что за сутки фактически у самоуправлений забрали порты и Венспирский, и Рижский. Потом мы знаем, что сейчас правящая коалиция всеми продвигает без особого приглашения экспертов к обсуждению поправки, которые бы позволили вот этой новой, неочередной думе работать пять с половиной лет. Что вообще происходит? Это какое-то наступление на демократию или вполне естественный процесс для Латвии? Как вы все это оцениваете? Ну, облег, это одно другому совершенно не мешает. Потому что, если мы вспомним всю историю Латвии конца 20-го и вот начала 21-го века, то наступление на демократию, если мы говорим о, например, правах национальных меньшинств, подавляющее большинство которых это русские, так называемые русскоговорящие, которые указали все добровольно при переписи и переписи 2010-го года, и вот в этом году был опубликован данный Центростат очередной опрос. 37% населения Латвии заявили, что их родным и семейным языком является русский. Каковы права, возможности, перспективы этих токущих ситуаций? Я думаю, не будем загружать наших радиослушателей. Они прекрасно знают, что произошло с законом образования, подавление, вытеснение, ликвидация образования, начиная уже с детских садов. Ну, ладно, если это демократия по-европейски, то, наверное, я не знаю, там какой-то персидский падишак, скорее всего, или китайская балерина. Поэтому ничего нового-то не произошло, по сути. То есть стиль сохраняется, предметы изменяются. Сначала урезание, вытеснение за пределы политического поля, как можно большего числа конкурентов, не латышей, не принадлежащие к латышской элите. Сейчас процесс развивается, и он перешел в следующую фазу. Собственно говоря, борьба за власть, за концентрацию власти, она не имеет пределов, если они не положены ей самим обществу, и в первую очередь политическими элитами. Давайте вспомним, ведь никто из тех, кто сегодня оказался под ударом, они не шевелили пальцем, когда дело не касалось их. Да. Вот поэтому в этом плане включение господина Лэнборга в черный список, это что? Это начало какого-то процесса дальнейшего с помощью Америки, передела собственности и политического влияния? Естественно, конечно. Я думаю, даже не с помощью, а если мы вспомним историю с Парексбанком, то и в интересах американских акторов, не берусь судить, это личное знакомство или это какие-то подразумеваемые полномочия. Но Парекс-то тоже был сначала национализирован, сколько я помню, за евро или за два евро, как бы под обещание спасти банк, и потом его можно было бы якобы купить обратно, но купили-то его уже совсем другие люди. И активы, так сказать, плохие и хорошие, но теперь мы имеем два американских банка с американскими владельцами, это Луминор и Цитаделла. И, собственно говоря, мой прогноз, что, скорее всего, так же будет и спортом. То есть национализация, ради национализации, она не очень хорошо укладывается в рамки современного неолиберального порядка, правда, который дышит тоже так наладан. Brexit, например, победа, уже все, окончательная сегодняшняя победа консерватора. Но я помню, что вы прогнозировали именно такой результат, да? Большинство британских наблюдателей, обозревателей и особенно СМИ занимали крайне антикорсервативную позицию, и они делали все, чтобы такого результата не было. Но там есть интереснейший аспект. Если посмотреть данные, опубликованные на BBC вчера, в подборке по истории вот этих выборов, то мы обнаружим, что невзирая на все рассказы о том, как бизнес не одобряет процесс Brexit, это как проглобалистский, проблюсельский, проевропейский настроен бизнес, но сумма пожертвований консервативной партии превышает, я не шучу, 6 миллионов за неделю консервативной партии и менее 250 тысяч каждой из всех остальных партий. То есть бизнес сделал свои ставки очень ясно, и это говорит о том, что с неолиберальным укладом все очень непросто. Но если мы вернемся к Латвии, то национализация – это скорее стиль боливарианской, латиноамериканской революции, нежели западного, неолиберального, евросоюзного такого порядка. И поэтому мой прогноз, что это закончится новой приватизацией только уже в пользу того, кому надо. Вот тоже такой интересный момент, говоря вообще о Великобритании, победе, сегодня это стало уже понятно консерваторов, ну ясно, что Великобритания уходит. Есть разные мнения по поводу того, одни говорят, что это такой прецедент, могут появиться еще желающие, которые устали от этой вот от тисков европейской бюрократии, другие говорят о том, что глядя на те нюансы, которые были в Великобритании, а так дипломатические нюансы, многие страны, которые настроены евроскептически, все-таки поостерегутся, вот хлопать дверью и выходить из Европейского Союза. Вот вы как считаете? Вы знаете, такие страны давно и хорошо известны, это в первую очередь Нидерланды, один из доноров европейского. Естественно, рецепторы, такие как Латвия, получатели благ, ну как они могут быть настроены на выход из Европейского Союза, потому что, скажем, тот же самый латвийский бюджет без еврофондов на сегодня окажется в весьма и весьма печальном состоянии. Голландия калькулирует, скажем так, голландская политическая элита давно уже калькулирует, что почем и во что это обойдется. В Бельгии там очень разное настроение, скажем, наши коллеги, входящие в правящую коалицию, коллеги по Европейскому Свободному Альянсу, это новый фламандский альянс, который устроили недавно перед выборами в Европарламент кризис, выйдя из правительства. Они у них тоже осмотрительны, и поэтому, хотя, например, они далеко не против приобрести, по крайней мере, гораздо более высокий уровень автономии, но они считают, что почем. Например, Волонская часть, это Южная Бельгия, франкоговорящая, она не заинтересована совершенно в выходе ни Бельгии, ни расколе Бельгии на какие-то части, потому что это датируемая часть. То есть ситуация очень разная в разных странах. Германия, естественно, невзирая на большое количество немцев, крайне недовольных вот этой анонимизированной брюссельской еврократии, которые хотели бы больше Германии, но настроения разные. Восточная Германия, они сильно антиевропейские, антибрюссельские, раскол там нарастает, и за этим стоит, например, такой факт, который не Брюссель, конечно, регулирует, но на самом деле очень многие вещи, которые вызвали ярость и недовольство британцев, которые поддержали Брексит, вообще-то в них не Брюссель виноват. Например, то, что сейчас мажоритарная избирательная система обеспечила выигрыш консерваторов, хотя в сумме противники Брексита, либералы, соцдемы, кто там еще, а зеленые, шотландская партия, тоже наши коллеги, они получили в счету больше, чем консерваторы. Но если мы берем голоса, но в силу мажоритарной системы консерваторы победили в большем количестве округов. Все, вопрос решен по правилам британской игры. И забавно, что по оценкам британских аналитиков, политологов, одной из причин голосования на референдуме за Брексит было крайнее недовольство британцев именно их избирательной системой, которая вот приводит к таким результатам, когда, например, Тварадж и партия Брексита на прошлых выборах не получили ничего. Именно потому, что набрав много, они не выиграли ни в одном округе. Но Смешнотов, это не Брюссель навязал британцев. Это они сами так сделали. Это они сами. Но вину удобнее возложить на кого-то. Поэтому настрой самый разный. И сейчас, скорее всего, европейская элита скорее будет бороться, в первую очередь, Франция и Германия за перенятие лидерства. До сих пор и экономическим, и политическим лидером была Германия. Как вы заметили, я думаю, наши радиослушатели, господин Макрон активно пытается вернуть Франции роль, ну, как минимум, равновесного со-двигателя или вернуться к роли, которую Франция играла во времена Шарля де Голли после Второй мировой войны. Вот еще такой вопрос, который нельзя не задать. Он такой весьма актуальный и действительно связанный уже с теми событиями, которые были в прошлые выходные. Вот это вот манифестации, акции в защиту русских школ. И у русскоязычных есть разное к этому отношение. Одни говорят, что действительно это важно. Другие уже отчаялись и говорят о том, что уже ничего не поможет, потому что последней каплей было решение Конституционного суда. И если еще первое решение Конституционного суда по государственным школам, ну, в принципе, все понимали, что говорили, ну, мы знаем наши традиции, раз государство выделяет деньги, оно вправе там устанавливать, по крайней мере, эти проценты. Можно уточнить? Процент. Государство ничего не выделяет, никому. Государство ничего ровным счетом не производит. Все деньги, на которые содержатся наши школы, это наши деньги. Конечно. А государство берет левой рукой у вас, у меня. Согласен, да. И правой рукой вкладывает туда, куда считают. Абсолютно справедливо. Это очень важно. Это очень важно. Это принципиально, потому что люди об этом вечно забывают. Да. Но что касается частных школ, ну, все уже думали, что уж, по крайней мере, частные школы и рамочная конвенция разрешают национальные меньшинства создавать свои школы, где, естественно, обучение может быть на своем языке. Но решение Конституционного суда, где уже есть апелляция не столько Конституции к международному праву, сколько к исторической справедливости, ну, людям остается только развести руками. Вот ваши ощущения и что говорят вот те, которые все-таки решили пойти, выйти на улицу с детьми, даже поучаствовать в этой акции? Как пример. Да. То, что, несомненно, правящие партии, на что надеялись и рассчитывали, это то, что после вот принятия таких вот решений, выдачи справок, как бы необратимых, вот постановил Конституционный суд, вот правительство, вот то, все, есть бумажки. Но есть политическая воля или ее нет. Через этот процесс прошли все наши коллеги, представляющие 45, как-никак, ну, нет, немцы, аж Бельгия, Дания и Италия, да, значит, не 45, 42 народа Европы. Все прошли через этот процесс вот такой выдачи справок, как в Каталонии. Было в 2009 году решение по запросу правительства Испании господина Рахоя, который к выборам захотел прищемить каталонцев в пользу кастильцев. И Конституционный суд Испании вынес, ну, извините, гораздо более безумное решение, что Каталония не имеет никаких возможностей независимости. Цитирую дословно, потому что каталонцы не являются народом, поскольку их язык – это не язык. Это что, шутка? Нет, это не шутка, это краткое изложение решения Конституционного суда Испании. То есть их язык – это не язык? Нет, это не язык, это диалект. Хотя эти языки, ну, могу вам гарантировать, что они очень мало взаимопонимаемые люди, которые не владеют Кастильяно, как говорят в Испании, там нет языка испанского, там есть Кастильский, Кастильяно. И просто знакомые моей дочери, которая живет и работает в Барселоне, которые не владеют Кастильским, гигантские проблемы в коммуникации. Это разные языки, у которых очень разные истории. Тем не менее, Конституционный суд к выборам, чтобы помочь господину Рахоя, чиркнул спичкой и поджог. До того речи о независимости Каталонии не было. То есть, я… То есть, провоцировали, по существу это была провокация. Они просто нажали на курок, на триггерный, так сказать, спуск. Они совершенно не ожидали того, что через три дня на улице Барселоны выйдет миллион человек и весь этот процесс будет продолжаться. То есть, народы Европы прошли через… валийцы прошли через полную утрату языка. Наши коллеги учили свой, как бы, родной язык по учебникам. Я не шучу. Это активисты, это политики валийские, отстаивающие предель независимости Уэльса, воссоздавшие валийский парламент и так далее. То есть, вот здесь, сопоставляя наши ситуации, разводить руками, впадать в отчаяние, говорить, ах, боже мой, вот сказали, что не будет. Это все ерунда, потому что нет необратимых политических процессов. Абсолютно. И, учитывая, что, невзирая вот на все эти, как бы, такие деморализующие послания, прошлое, 5 декабря вышло очень просто. Считается… у меня опыт 20 лет, как-никак, в организации проведения массовых акций. И плюс берется карта Google, просчитывается длина улицы якобы от торня, извините, от пороховой башни почти до семьи. Не определяется количество… И плотность средняя известна, подсчитывается от полутора до двух тысяч человек. Там было, которые стали, естественно, расходиться около Домской площади. Рабочий день, вечер. Очень многие были с маленькими детьми. Два с половиной часа. Не жарко, скажем так, да? Поэтому, естественно, что к памятнику свободы там пришло уже около тысячи человек, и люди быстро стали рассасываться. Но я думаю, вы согласитесь, что сегодня, даже включая профсоюзы, ни одна общественная политическая сила за три дня гитационной кампании не может вывести на улицу ни в май месяц ни тысячу, ни полторы, ни две тысячи человек. А на самом деле… В политике там была такая организация, профсоюзы все подключились, они там несколько недель этим занимались. И то там фактически два-две тысячи – это было максимум одномоментно. А у нас три дня. Да. Три дня – три станции. Плюс социальные сети. Что это означает? Что есть запрос, что люди верят, им это нужно. Естественно, что еще нужнее для людей, для отцов, для матерей, для бабушек, для дедушек, чем будущих детей. И целостность семьи, и преемственность поколений. Поэтому, знаете, всю историю делает на самом деле 5% популяции любой страны. 95% – это, увы и ах, это жертвы, это не делатели истории, это жертвы истории. Они просто пассивно текут по течению. И если мы добьемся того, что, скажем, через год наши котировки растут в связи с Брекситом, то есть это простой баланс. Уходят шотландцы, уходят валийцы, и внутри Европейского свободного альянса наша доля, соответственно, как на эти весах, она возрастает. Учитывая, что 150 подписей депутатов Европарламента от всех фракций мы собрали уже в защиту образования еще в прошлом созыве Европарламента. Борьба продолжается. И, соответственно, мы будем добиваться того, чтобы, грубо говоря, из Брюсселя поступила указивка. Учиться надо на родном языке. И, знаете, Абеке, поверьте мне, что вот все эти 90, может быть, процентов людей, которые сейчас готовы делать, что им прикажут, они столь же покорно выполнят и это новое распоряжение. А как пример того, что мы кое-что можем, я думаю, что большинство наших радиослушателей даже не заметило того, что позапрошлой, наверное, неделе, касается нашими заботами с Зеленой партией, Латвийская Зеленая партия была исключена из Европейской Зеленой партии. Вы в курсе? Да, это очень показатель. Один из пунктов обвинения – это то, что премьер Марис Кучинскис и президент не только не сделали ничего в защиту образования на родном языке, но и обеспечили ликвидацию образования на русском языке в Латвии. Вот это был коронный пункт, почему они исключены. Это замечательная ремарка, вот об этом мы тоже еще поговорим. Кстати, они этого абсолютно не ожидали. Возможно, вы, простите, заметили, что их секретарь, который отправился в панике, не помню его фамилию, в Тампере на съезд Зеленых Европы, он заявил, что они не в такую партию вступали, любители национальных меньшинств русских. Знаете, я вам честно скажу, 15 лет назад, когда мы впервые, Татьяна Жданок стала депутатом Европарламента, и были другие люди, и в том числе Ребекка Хармс, мягко говоря, не очень любящая нас всех, от Владивостока до Атлантики. Да, это была немножко другая партия, но все течет, все изменяется, говорится, работать надо просто, 15 лет это срок, мы кое-чего добились. Юрий Петропавловский у нас в студии, буквально пару минут на рекламу, потом снова вернемся в студию. Да, еще разобрать вечер, Юрий Петропавловский у нас в студии, вот мы остановились на действительно беспрецедентном решении, исключении вот ватвийской зеленой партии из европейского зеленой партии, а были ли какие-то попытки как-то, не знаю, объяснить, ну может быть вразумить не то слово, вот здесь местных зеленых, особенно депутатов Сейма, что не нужно так делать, не нужно гнобить школу нацменьшинств, это не соответствует идеалам и идеологии вот европейских зеленых. Были попытки? Ну, со стороны нашей объединенной фракции письма в защиту, поддержку, в защиту образования на родном языке, то есть суть не в том, что русский или там удмуртский или латгальский или какой-то, это родной язык, вот что самый главный принцип, да, причем родной язык, опять же напоминаю, ни трех, ни 0,7 указавших, что их язык не латышский и не русский, что нереально защитить, конечно, всех и каждого на одинаковом уровне. Но письма в защиту образования на русском языке были направлены руководством зеленой партии, сопредседателем со стороны зеленых нашей общей фракции и президенту Вейнису, и премьеру Кучинскесу, и руководству зеленой партии, и депутатам Сейма. Реакцией было гробовое молчание, то есть зеленые здесь просто проигнорировали европейских зеленых, наверное, думая, что как-нибудь оно или обойдется, или это не очень важно. Оказалось, что все-таки это важно, и что в подобном тоне и в подобном стиле вести себя с Брюсселем не стоит. Это не полезно для политического здоровья. Ну, то есть фактически латвийских зеленых отрезали, я бы сказал, от международной составляющей, да? Все, они, так сказать, выпали из последней капли, как вот оценивают те, кто был на этом съезде зеленых, в том числе наши сотрудники нашей фракции, было то, что наконец они сподобились послать, кажется, секретаря партии, не помню, как его зовут, который выступил на съезде зеленых, где решался вопрос об их исключении уже латвийских зеленых, с заявлением, что все зеленые Европы неправильные, и только латвийские зеленые правильные, поэтому не они должны менять свой стиль и действий, а все остальные. Ну, сами понимаете, после таких поучений, чего было еще ожидать. Да, это удивительно. Они потом сказали, что мы и сами, в принципе, так сказать, уже думали, а не покинут ли нам это, да? Но, как говорится, не очень и хотелось, говорит человек, которого не пустили в ресторан. Да, это, конечно, замечательно. Или выгнали из ресторана. Тем не менее, вопрос, который, наверное, волнует и многих наших радиослушателей, насколько есть сейчас возможности в Европарламенте, ну, каким-то образом, вот эти вопросы прав нацменьшинств, школ нацменьшинств поднимать? Почему? Потому что, ну, мы знаем, какая общая геополитическая ситуация. По-моему, вчера опять Европейский Союз решил продлить еще на полгода санкции в отношении России. И понятно, что не все разбираются в исторических нюансах Латвии и воспринимают вот здесь нацменьшинство или русскоязычное, как вот, ну, не знаю, может быть. Пятую колонну Путина. Да, даже если не пятую колонну, в любом случае, это вот люди, которые, не знаю, смотрят в сторону Кремля. Зачем им помогать? Видимо, такие настроения есть тоже в Брюсселе, правда ведь? Ведь если бы они были поголовными, то, напоминаю, 150 депутатов Европарламента еще прошлого созыва, который был менее дружественным по отношению к нам, менее. Они не подписали бы письмо очень ясное, определенное, требовавшее и призывавшее элиту Латвии, президента и премьера отказаться от планов ликвидации. Я думаю, согласитесь, это кое-что, 150 депутатов Европарламента представляют все-таки не самих себя. Сейчас баланс изменился, и, понимаете, разница во взгляде из России и во взгляде из Брюсселя очень существенная. Дело в том, что отношение нарастания противоречия Евросоюз-Россия, да, оно несомненно, но изменилась достаточно существенно сейчас ситуация в том отношении, что далеко не все и, может быть, даже уже не большинство европейских политиков рассматривает русских, Латвии и балтийских стран как именно принадлежащих к России как агентов влияния. То есть отношение меняется в сторону признания нашей некоторой, скажем так, самобытности, автономности и понимания просто того, что мы вовсе не становимся на плацу парадным строем, как только включает там, что там сейчас официоз какой в России радио. Ну, неважно, гимн, короче говоря. Скажем, гимн России. Это понимание наступает и наступает понимание того, что в ситуации, когда европейская, например, русская диаспора в целом часто сейчас играет критическую роль, например, русские немцы, хотя, казалось бы, немцы, с записью в паспортах немцы, по-другому они не могли попасть в Германию, играет очень весомую, иногда решающую роль во многих округах бывших ГДР в Восточной Германии и в определении политики, включая даже коллег Ангела Меркель в Тюрингии, например, где премьер-министр выразился, что антирусская и антироссийская, вот здесь не только антирусская, антироссийская именно риторика, действия и нарастание эскалаций являются совершенно бессмысленными, и это тупиковая ситуация, которая никуда не приведет. И разрыв там объясняется, вот, например, один из факторов, не только культурно-языковое различие, но поразительно совершенно, я, честное слово, поразился, когда Deutsche Welle опубликовала статистику, если не ошибаюсь, это был май или июнь этого года, о том, что только 7% руководящих должностей государственного, муниципального уровня и в бизнесе занимают уроженцы, так называемые оси, уроженцы бывших ГДР, 7%. То есть дискриминация... Налицо. Жесткая. И объяснение социальных психологов и социологов и политологов, вы знаете, были, ну, даже для нас, пожалуй, стало и крутовато, там объяснялось, что как вычисляются оси, почему они не получают должность, не проходят конкурсы, не прошел человек конкурс, ну, что тут сделаешь, да? Ну, у нас тоже не пошел конкурс, честное слово, да не пошел. А ведь не только место рождения, не только место рождения родителей, Deutsche Welle, это результаты исследований, не опросов, а анализа данных, научного, социологического исследования, это диалект, естественно, выговор, вплоть до того, что это взгляд и дистанция общения, я не шучу. То есть оси вычисляемы потому, что у них более мягкий, более открытый взгляд, и они разговаривают, стоят друг другу ближе, чем западные немцы. Они, по мнению западных немцев, более такие славянистые. Вот вам пример того, что в этой ситуации поражаться голосованием за альтернативу для Германии, например, в восточных землях, это, по крайней мере, причудливо, особенно учитывая, что ведь основной-то ущерб от противостояния, экономический ущерб, финансовый ущерб от противостояния России и ЕС, понесли, да, Бавария, Сименс, машиностроение, и, б, это сельскохозяйственные земли в восточной Германии, ГТР. Остальные могут голосовать за Ангелу Меркель и закручивание гаек в адрес России, потому что они-то пострадали, практически никак не пострадали. А вот градус русофобии снижается в Европарламенте в том числе, вот вы сказали, что предыдущий парламент еще более был антироссийский настроен, чем меньше. Если мы говорим о персоналиях. Ну, в том числе, да. Если мы говорим о персоналиях, то в том Европарламенте было больше совершенно некомпетентных, между прочим, не представляющих, где находится Латвия, и смутно представляющих, опять не шучу, знаете, далеко не каждый европейский политик может вам сходу показать Россию на карте мира. Это поразительно, но это факт. И очень немногие, вот чисто психологически убеждался сам, когда берется, скажем, страница Атласа или в интернете, и вот представьте, там над бедной Европой нависает справа такое гигантское пространство, обычно окрашенное таким алым или розовым цветом, это Россия. Вот знаете, что смешно, когда начинается рассуждение о том, что неплохо бы вот этому всему пространству, например, принять условия Европейского Союза, присоединиться. Моя рекомендация перевиснуть следующую страницу, потому что они дальше-то не смотрят. Они думают, что вот эта Россия, которая помещается даже не до Урала, а до Москвы, вот это она и есть. То есть они не понимают вообще, конечно, 500 миллионов населения Евросоюза, это, несомненно, аргумент силы, а 15 миллионов квадратных километров территории – это другой аргумент. Но, тем не менее, эти величины-то сопоставимы. Особенно учитывая, что империя Карла Великого, которая Ангела Меркель уже до берегов Дона, собственно говоря, продвинула, что в истории никогда, надо сказать, не бывало. Без всякой войны. Да. Без войны. Нужно отдать должное. Да, это, собственно говоря, блестяще. Но проблема в том, что вот я сейчас наблюдаю, и коллеги наблюдают, империя не случайно остановилась на тех рубежах, на которых она остановилась. И вот это пространство цивилизационное, единство католицизма, более-менее латинского языка, как минимум, как языка церкви, культурного наследия. Это, собственно, вал Трояна, вал Адриана, как в Британии. Знаете, граница-то между Шотландией и Англией, она проходит ровно в том месте, где римляне построили в самом узком перешейке вал. Вот с тех пор... Сколько веков прошло, а все остается, да? Уже тысячелетия, между прочим. Да. А все остается. И что произошло с этим безудержным расширением Евросоюза? Он заглатывал и заглатывал цивилизационно чуждые, никогда не бывшие в составе этой цивилизации, Польшу, которая как бы близка и притязает, но славянскую, которая сейчас, скажем так, на фоне остальных светских государств либеральных, крайне католическая, крайне реакционная, крайне традиционная. Другая. Венгрия, Румыния, Чехия, да, она очень прогерманская, но Словакия она никогда не была. Это же первое славянское государство в мире, Великое княжество Моравское, где Кирилл и Мефодий разработали ту самую кириллицу для проповеди Евангелия на территориях Великой Моравии, да? То есть они перешли цивилизационную границу, и поэтому сейчас у них живот набит вот этими ежами, булыжниками, осколками стекла, резиновыми шариками и так далее. И не до расширения на самом деле, дай бог переварить уже существующие проблемы. Тем более, что на, скажем, этноязыковые проблемы накладывается существование довольно явное проявление такой, я бы сказал, византийской. Не хочу сказать, что она очень православная, но это наследие Византии. Румыния, Греция, Болгария – это страны византийской традиции. И это совсем другая психология, нежели страны латинской и тем более северогерманской протестантской традиции. То есть проблем куча и, в общем-то, упорство, с которым эксперты и активные политики продолжают настаивать в нелепой надежде на то, что Россия будет подчинена и примет правила игры Евросоюза. Знаете, эта инерция, на этом люди зарабатывают годами, десятилетиями, становятся профессорами. Точно, институты, центры, да? Да, да, фонды. И вот они вот эту миф или сказку со временном рассказывают, да? Да, и причем самое нелепое из этих сказок заключается в том, что Россия будет подчинена, она не будет подчинена. Это просто, ну, как сказать, фактологический абсурд. Это нужно совершенно не понимать реальность. Да, да, конечно. И поэтому все эти усилия по достижению недостижимого, знаете, анекдотически напоминают рассказ о строительстве коммунизма. Я не шучу. То есть как горизонт. Чем больше вы продвигаетесь к горизонту, тем дальше он от вас отходит. То есть эта борьба бесконечна, и в конце концов она может упереться в серьезные структурные проблемы на сегодняшнем фоне нарастающей конфронтации с Соединенными Штатами. Вот, это тот вопрос, который я, может быть, последний хотел задать. Китай и Трамп. Трампизм. Но ведь конфронтация нарастает не только между Соединенными Штатами и Китаем, но и между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, я так понимаю. Да, да. Даже Европейский Союз принимает какие-то ответные действия на эти ограничения, таможенные барьеры, которые вводит Трамп. Естественно. И плюс еще не забудьте, что ведь сегодня Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой Брексита, уже как бы выдвинув вот приз. Это то, что нужно Соединенным Штатам и, возможно, то, что было мотивом вот этих очень неслабых инвестиций британского бизнеса именно в консерваторов, именно в бизнес, то есть открытый рынок между Британией и странами британского Союзного нации и Соединенными Штатами. Ну, надеюсь, сейчас хотя бы не обвинят Россию в том, что она вмешивается в выборы Великобритании после победы Джонсона. Ну, как же без этого, Тапик, это же не может же быть. Не может, да. Чтобы не Путин обеспечил победу Джонсона. Если он обеспечил победу Трампа, как известно, по мнению Фейсбука и Конгресса США, за 100 тысяч долларов, вложенных по пропаганду на Фейсбуке за два года, да, то есть это... Неужели в это кто-то верит, вот в этот абсурд, я извиняюсь. Неужели кто-то верит? Вы знаете, потребители массовых, особенно даже не столько телевидения, сколько интернет-изданий, где все мелькает, они не вникают в то, что может ли это быть. То есть стоит задуматься на 30 секунд, разделить 100 тысяч долларов на два года, а потом разделить на 100 миллионов американцев, на которых якобы повлияла вот эта вот пропаганда российская, чтобы понять, что это вообще фантастические нелепости, этого никогда не может быть, но люди-то не задумываются, потому что источники, которым они доверяют, утверждают, что это возможно. 100 тысяч долларов, и мы здесь на месте можем собрать, у нас, знаете, например, на нашей странице Русского Союза в Фейсбуке 16 тысяч подписчиков, скидываемся по десятке, да, и какие проблемы, избираем следующего президента Соединенных Штатов, правда? Арифметика-то та самая. Очень хорошо, что вы сейчас обратились к цифрам, может быть, такой последний вопрос, ваш прогноз, ваши ощущения, а вообще удастся собрать подписи за референдум по распуску Сейма, потому что разные общественные организации, там, партии поддерживают вот этот вот процесс. Удастся? Не исключаю, что удастся, но как человек, у которого за спиной, как сказать, за плечами референдум против повышения пенсионного возраста, я был его продюсером, тогда пул партии был, референдум против привозитации Латвэнерго, еще что-то, остановленный референдум по гражданству, то есть, ну, приличный опыт в области одних только референдумов. Собственно говоря, на сегодня состоялось то, вот, что при обсуждении я и спрогнозировал, это падающая динамика, то есть, сначала, некоторое количество самых ярых, самых разозленных. Такой протестный электорат. Протестный электорат. Но выпустил, он не бесконечен. Не бесконечен. Поэтому дальше встает вопрос, я не вижу среди инициаторов, участников этой инициативы, включая профсоюзы медиков. Вы знаете, профсоюзы медиков не располагают специалистами по медиапланированию, пропаганде, агитации. А без этого никак в наше время? Без этого референдума и не бывает. Поэтому, может быть, если кто-то еще присоединится из крупных игроков, то же самое согласие вы заметили очень так, как-то боком призвало местные организации поддерживать, но партия это никакой позиции не выразила, по-моему, нигде это не сказано и никаких усилий вроде бы пока она сегодня не вложила. Это может, если, скажем, согласие присоединиться, обеспечить прохождение первого этапа. Но я очень и очень сомневаюсь, что референдум может быть выигран. Скорее всего, мой прогноз, если он состоится, то он завершится, как у нас в свое время, штрела, пойдя на очень большие уступки по отказу от резкого роста пенсионного возраста. Это 1998 или 1999 год. Что произошло? Скажем, в округах нашей ответственности Латгали и Ерига кворум был набран, а в округах ответственности наших тогда союзников, партнеров по этой кампании социал-демократов просто-напросто не было кворума. Я думаю, что пройдет ровно то же самое, потому что, если говорить даже, скажем, вложенные деньги, правда, в условиях сегодняшних гонений на Эйвара Лэмберга и перспектив господина Шлесса и Штилы, я думаю, им неоткуда будет взять эти деньги элементарно. А без горючего принимать участие в гонке Париж-Дакар, согласитесь, это достаточно смешно. Смешно, да. С литром бензина в баке. Никак. Но, предположим, все-таки был краудфандинг, да. Как вот в Британии лейбористы попытались противопоставить профсоюзы, я напоминаю, 6 миллионов консерваторов против четверти миллиона лейбористов. Профсоюзы и бизнес. Есть разница, правда? За неделю, подчеркиваю. Так вот, даже если это состоится, просто сколько не рассказываем людям, что наступит счастье после референдума. Во-первых, одно счастье после распуска Сейма и пришествия господина Заттлорца уже наступило, все уже, как сказать, пробовали на вкус. Согласны. А во-вторых, а что, собственно говоря, инициаторы предлагают? То есть, будет меньше, например, новой консервативной партии и КПЛВ, и больше регионалистов, а, извините, комбинация из трех пальцев-то останется все та же самая. Что поменяется? Что поменяется? В том числе, сегодня разговаривал с людьми, которые там прощупывали позицию Русского Союза по мобилизации русского электората, я спросил, что вы можете предложить русскому электоратуру? Можете предложить что-то, детский язык в детских садах, в школах, в образовании? Ваше предложение? То есть, зачем русским нашим сторонникам, даже говорим только о наших сторонниках, они могут сыграть критическую роль, уровень их мобилизованности очень высок, мотивация. А зачем им это? Чтобы вместо Гобзимса стал еще кто-то, или Гобзимс вместо кого-то стал бы там… И что это поменяет? И что это поменяет для людей? Поэтому, я думаю, этот референдум просто будет признан несостоявшимся за нехваткой, за недостаточностью явки. Юрий Петропавловский у нас был в студии, большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова